Ну кто-то думает, что я совсем не гуляю, по улице не хожу. А что еще мы будем кушать? Ты скажешь, что мы купили еще? Не, вы смотрите, что она собирается делать, а? Петь собирается. Да, заморачивайтесь все, все заморачиваемся и счастье. Всем добрый вечер, девочки мои хорошие. Я собираюсь в детский садик за внучкой. Пойдем мы с ней прогуляемся, зайдем в магазинчик. Если что-то удастся снять, то, может быть, сниму немножечко. Но сейчас на улице темно, там ничего не видно и шумно. В магазине тоже. Ну, посмотрим, в общем, что мы будем сегодня делать. И завтра я к дочке поеду. В общем, все это попадет в этот влог. Смотрите влог до конца. Я для Насти уже приготовила ее уголок, где у нас обычно она рисует, карандашики, альбомчик, все, что нужно. И все, одеваюсь и иду на выход. Одним словом, девочки, вышла и пошла. Хоть на улице и темно, конечно, и шумно. Там что-то машины сейчас с работы все едут. Вот у нас, кстати, тут очень узкая дорога. И вот у нас как поставят, там на тротуаре, вот тут на тротуаре вечно наставят машин. И машины разъехаться не могут, и люди пройти не могут. Безобразие. А что делать? Ничего мы не можем поделать с этим. Люблю, когда горят лампочки, фонари. Вот люди у нас порядочные, в масках все. И на улице, но в магазине точно. И я, кстати, все время в маске. Вот сейчас я приспустила пока на улице. В магазин зайду и одену. Я, девочки, в новой курточке. Вы уже эту курточку, наверное, посмотрели в видео, да, в воскресенье было. Вот, так что иду. Но эта курточка, вот она просторненькая. Та, которая у меня была, она мне уже все, притык. Уже все. Но я худею, надеюсь, что все-таки не было. И сброшу вес. Машины шумят, наверное. Ну, кто-то думает, что я совсем не гуляю, по улице не хожу. Я просто не снимаю, девочки, когда на улице. Потому что здесь шумно. Здесь машины ездят. При том, что утром я занята, а вечером темно, ничего не видно. И какой смысл что-то снимать. Ну, все, иду дальше. Вот люди целый день дышат свежим воздухом. Там, представляете, вот так в палатке торговать. Это холодно. Так это еще не морозы. О, свеженькая рыбка. Ой, какая прелесть. Девочки, спросила я, сколько стоит рыба. Там уже такая, знаете, крупная, почищенная. Она уже вся потрошенная и на стейке нарезанная. Белый амур, но если брать целиком, а там будет больше 3 килограмм, по 350. А если брать стейками, то 400 рублей килограмм. Ну, я не знаю. Для меня и 400 рублей килограмм чуть, мне кажется, многовато. Я просто сейчас не планирую рыбу жарить, потому что завтрак дочке поеду. Вот. А просто я возьму обычную нормальную рыбу, которая стоит дешевле намного. Ну, в будний день. Просто, чтобы потом прийти сразу на сковородочку пожарить. Просто сегодня я жарить точно не буду рыбу. А после морозилки она уже не такая становится вкусная. Вот. Ладно, не буду сейчас болтать, потому что здесь освещение плохое. И мне кажется, видимость плохая. Да еще машины шумят. Вот. Ну, на улицу я вышла, как говорится. Чтобы вы не говорили, что я на улицу не выхожу, не гуляю, не прогуливаюсь. Остановку прошла уже пешком. Так, детский садик уже украсили. Окошки нарисовали. Тут красивые картинки. Лампочки, гирляндочки. Классно. Вот мы с Настюлей пришли домой. Там у нас Настя что у нас кушает? Сосиски молочные с помидорчиком. А что еще мы будем кушать? Ты скажешь, что мы купили еще? Растежку и блинчики. Блинчики с чем? С творогом. А еще что мы купили вкусненько? Аскоргинку. А еще что мы купили? Молока. А вкусненькое что мы купили? Печеньки. А из фруктов что мы купили? Из фруктов? Вина. Мандаринки. Мандаринки. В общем, вкусняшек накупили. Сейчас все это будем кушать. В общем, блины с творогом. Ну, я Насте сказала, чего ты хочешь, давай купим, чтобы недолго готовить, потому что завтра уезжаю, наготавливать не буду. И, в общем, вот такие печеньки она выбрала. Ну, не знаю. Сколько съест, сколько съест. Сколько не съест, я, значит, ей с собой отдам. Вот это она сама выбрала, это аскорбинка, еще мандаринки. Сейчас у нас чай заваривается, будем чай пить. В общем, вот такой вечерочек у нас. Ну, что, девочки мои хорошие, внучку забрали. Вечер продолжается. Пока я буду смотреть передачу «Голос», заодно порежу я винегрет. Завтра я иду к дочке, и вот я обещала ей винегрет привезти. Но у меня уже есть вареная картошка из свекла. И я туда еще положу квашеную капусточку. У меня есть вот еще огурчики. Красная фасоль осталась немножко. И чуть-чуть положу еще горошка. Вот, ну и лучок. А еще я туда положу очень хорошее растительное масло. У меня осталось немножечко растительного масла. Это вот такое, знаете, холодного отжима, которое с запахом, и оно очень придает такой вкус и аромат. Ну, вот сейчас буду у телевизора сидеть, потихоньку все это дело нарезать. Все равно не сплю, чтобы время зря не терять. Ну, вот и все. Минут 15-20 прошло, я все уже нарезала, все готово. Как говорила моя мама, глаза боятся, руки делают. Собиралась дольше, сделала очень все быстро. Все убираю в холодильник и продолжу просмотр передачи «Голос». Всем доброе утро, мои хорошие. Погодка, смотрите, какая хорошая. Небо такое вот, то ли облачное, то ли не облачное. Солнышко вроде как пытается выглядывать. Но на улице тепло, я вам хочу сказать, что у нас тут на градусах. 12-13 градусов, с ума сойти. Вот как одеваться, по-зимнему, не по-зимнему, кто его знает. Но я еду к дочке на выходные. Не знаю, что одевать, девочки. Ну, что это такое? Мне, правда, знаете, вот эта вот старенькая такая кофточка, но мне так нравится. И потом она подходит по цвету к моей новой куртке, новое пальто. Ну, ладно, в общем, не в этом дело. Я уже собралась, я уже оделась, взяла с собой винегрет. Что-нибудь там еще сообразим готовить. Мы же теперь диетическую еду едим. Ну, хотя дочка тоже диетическую. Но она немножко другую ест. Что я хочу сказать, девочки. Почитала я сейчас комментарии. И вот один комментарий, прям очень длинный такой, написала мне девушка, у которой мама такого же возраста, как и я. И вот она пишет, что мама весной потеряла работу. Сидит дома и, в общем, впала в уныние. И вот она пытается ее как-то немножко растормошить, чтобы она не унывала, не грустила, чем-то занялась. Ну, правда, маме она показала видео с гимнастикой. Маме это понравилось. И вот она сейчас тоже делает гимнастику. Мне это очень приятно, что я кого-то смотивировала на что-то, на какие-то вот подвиги. Но хочу вам сказать, что да, от детей тоже многое очень зависит. Потому что меня очень сильно мотивирует моя дочка. И вот мне иногда бывает тоже там что-то заскучаю. Хотя мне скучать не дают. Внуков подбрасывают, чтобы не скучно было. Ну и потом, благодаря дочке, тоже я вот этим блогерством начала заниматься. И, в общем, это тоже занимает очень много моего времени. Это, в общем, можно сказать и увлечением. И, можно сказать, это заменяет работу. Но, понятное дело, что если бы дочка мне не помогла открыть канал и, в общем-то, показать, как, что нужно делать, то я бы сама этого сделать не смогла. Ну, что я хочу сказать. Для тех, кто сидит дома, для тех, кто не работает по какой-либо причине. Люди моего возраста особенно. Да, я знаю, когда вот уходят на пенсию люди, а очень многие прямо впадают в уныние, в грусть, в тоску, не знают, чем себя занять. У меня мама такая же была. Она в 50 лет ушла на пенсию. И первые там 2-3 года она пыталась еще что-то делать, там как-то работать. Но потом, в общем, все это было ей неинтересно. И она сидела дома. И вот она прожила до 74 лет. Я вам хочу сказать, все время сидела дома. Но когда человек сидит дома, ничего не делает, ничем не увлекается. Уже боится потом выходить на улицу, боится уже сталкиваться с людьми. Ходить становится тяжело. Но, хочу сказать, нельзя этого. Я просто это помню. Я сама поначалу пыталась маму свою тоже как-то смотивировать. Пойди, может быть, куда-то на какую-то работу, устройся. Не для заработка даже. Вот пенсия есть. Пусть там даже минимальный заработок. Но просто нужно выходить как-то вот в люди. Нужно как-то с людьми общаться, контактировать. Просто даже сама мысль в том, что нужно утром встать и знать, что тебе нужно что-то делать, куда-то идти. Вот. Ну, моя мама не слушала. Но дело в том, что, конечно, вот большая разница в возрасте. Если с колокольни там 30-летних, допустим, кажется одно, а людям, кому за 50, у них уже другое состояние организма и там мысли и все остальное другое. Но, хочу сказать, конечно, от нас самих, от женщин зависит, не только от женщин, от нас самих людей вообще зависит наше состояние. Можно почитать книги, и особенно книги, мотивирующие на что-то. Вот мне Нарбеков очень помог. Я читала книги Нарбекова, перечитала его все. И все, что я прочла, у меня в голове, вот оно не в голове даже, осталось где-то уже на подсознательном уровне. Вот я знаю, что, конечно, можно там день-два полежать, отдохнуть, особенно если после чего-то, когда вы устали. То есть вы отдыхаете и понимаете, что вы устали, вы отдыхаете. Но вы знаете, что когда отдохнете, вы встанете и начнете что-то делать. Нужно, конечно, самих себя на что-то мотивировать. Но сейчас, слава Богу, у нас есть интернет, есть много блогеров, которые мотивируют на что-то. Можно найти себе какое-то увлечение, может быть, поделками какими-то заниматься. Но это дело в том, что зависит от самого человека, у кого на что есть какие-то склонности. Книги какие-то интересные можно почитать. Но нужно просто, сразу хочу сказать, нужно от себя прямо убирать все, что вас может натолкнуть на какую-то грусть, печаль, уныние, раздражение или еще что-то нехорошее. А притягивать нужно к себе то, что вас мотивирует, то, что вас вдохновляет на что-то. Вот я, например, смотрю некоторых блогеров, которые меня на что-то вдохновляют. Я смотрю все видео своей дочки, и даже не то, что она показывает, а вот ее позитивное такое сияющее лицо, она как солнышко вот такая вся. И я на нее смотрю, и вот она меня вдохновляет своей энергетикой положительной. Вот и вы тоже можете найти себе блогера, который вам интересно смотреть, приятно смотреть, после которого остается хорошее ощущение, и хочется что-то делать. Ну, а, конечно, любую заморочку каждая женщина сама себе найдет, в зависимости уже от своих каких-то там желаний, потребностей, кому что нравится, потому что мы все разные, и я не могу давать какие-то конкретные советы. Я такой человек, вы другой человек. Но мне очень приятно, что я кого-то на что-то вдохновляю. Если это так, смотрите дальше. Я, в общем-то, мой канал, он как бы так и направлен именно на людей, вот в основном, или одиноких, или вот которые постарше. Ну, молодежь тоже смотрит, тоже очень приятно. Но я в своих видео показываю свою жизнь, как я живу, что я делаю, куда пошла, что приготовила. В общем-то, кому-то, может быть, даже такой канал и скучным может показаться, ну, а кому-то, может быть, наоборот, вдохновляет на что-то. Но кого вдохновляет мой канал, оставайтесь со мной, и дальше будем тоже смотреть что-нибудь интересное, может быть, будем снимать. Или просто будем общаться, вот я с вами поговорила, вы мне там что-то написали, я вам ответила, вот такой, получается, диалог. В общем-то, для одинокого человека это то, что надо. Я надеюсь, что ваша мама, вот на чей вопрос я сейчас отвечаю, надеюсь, ваша мама останется на моем канале, и будем двигаться дальше. Если у нее будут какие-то вопросы или что-то, пусть пишет в комментариях, и я на это отвечу, либо в комментариях, либо во влогах своих. Вот, но сейчас, девочки, время поджимает, я уже оделась, и, в общем-то, надо выдвигаться, ехать к дочке. Сегодня суббота, впереди еще воскресенье, будут два дня у нее. Что я там буду делать, не знаю. В общем-то, с вноком сидеть, дочку отпущу погулять, но, может, что-то поготовлю, может быть, не знаю что. Ну, в общем, короче говоря, постараюсь что-нибудь поснимать. Я в последнее время там у дочки очень мало что снимаю, потому что как бы одно и то же, но я уже не была у нее две недели, потому что прошлые выходные она уже там по-своему проводила, и, в общем, я была здесь дома, отдохнула замечательно. Вот, сейчас с новыми силами уже соскучилась, еду к ним. Беру вас с собой. Девочки, на улице такая шикарная погода, блин, такая теплынь, ветра нету, солнышко светит, просто как весна. В такую погоду я бы гуляла с удовольствием, да, это классно. Ну, все, я уже приехала, поднимаюсь в дочке. Кто, кто, кто тут? Плачет киса. Приветик, Денечка. Киса. Милочка. И каши. Ну, привет. Здрасте. Чего она испугалась, Денечка? Она испугалась киса. Киса испугалась и плачет? Да? Да. Успугалась киса. Хорошо. Сейчас мы ее развеселим, да? Девочки, хочу вам показать свой прикид вот в большом зеркале. Ну, ничего так, Пальтишечка, оно мне нравится. И цвет очень хорошенький. Ну, там жарко, конечно, для этих сапог. Ну, в общем, как оделась, так оделась. На такси приехала. Ну, все, раздевались. Не, вы смотрите, что она собирается делать, а? Петь собирается. Так, ну, я песни снимать не буду, а то мне сейчас забанят. Все, а ты мне давай, не вот это не пойду, а то забанят. Не надо, не надо. Да голос мой, как апеллку не забанят. Пей кофе, поболтаем, посидим. Пока мы тут болтаем кофе, пьем, девочки, я решила потушить говядинку в мультиварке. Вот лучок нарезала, чуть-чуть масла добавила. Сейчас чуть-чуть поджарю и потом закину туда. А вообще с говядиной вместе. Смотрите, девочки, что я готовлю. Вот лучок нарезала, я мяско порезала. Мама мне помогает. А ты скажи, тебе понравился винегретик, который тебе принесет? Винегрет вообще бомба. Пушка. Бомба, пушка. Бомба, пушка. Да. Вот, в общем, короче говоря... Я давно ничего домашнего не ела. Мама кормит меня, подкармливает птичку. Надо готовить. Зачем? Кому? Надо. Мне не надо, не рука готовит. Не любит она. Не надо. Чем у нас там наш маленький занимается? Он там учится. Маленький, но она нау. Он учится. А на правую маму телефон просто вот отбирает. Слушай, ну он хоть чуть-чуть помолчит, а то он прям болтает в последнее время безумно. Телефон не могу положить на ровное место. Не смогу поглядывать на меня. Посмотри, ногу за ногу. Ты посмотри. Ногу за ногу, деловой. Ну, главное, занят. Ладно, занят человек. Всё. Так, короче говоря, в общем, девочки, вернёмся к нашим баранам. Добавлю потом ещё лавровый листик туда и томатик чуть-чуть. Ну, попозже, да, наверное. И, короче говоря, всё это будет тушиться. У меня два часа на режиме тушения, потому что говядина, она долго когда тушится. Дочка любит мягкую. Пусть кай будет мягкая. На гарнир сделаем мы гречку. У нас есть салатик. А ещё на потом я взяла грудку. И, в общем-то, грудку куриную я просто хочу сварить. И потом просто с каким-то салатом, со свежими овощами поесть. Ну, пока так. А дальше придумаем, что ещё дальше будем делать и что готовить. Так, ну чё. Денечка уже на самокате. Собрались на прогулку, погуляют, на площадке покататься. А тут стучат, и там стучат. Везде жужжат, стучат. От шума девочки никуда не деться просто. Девочки, я на ужин Денечке вот готовлю оладушки. Доча запросила. Ну, сама я, может быть, один съем и всё. Ну, я ж на диете. Там у меня курочка варёная, винегрет. Это у меня мой ужин будет. Деня, ты посмотрел уже книжечку? Каталог Фаберлик листает. Всё посмотрел? Ты мне дашь посмотреть? Я чё, ты можешь. Кто тут у нас спит? Возле батарейки легла такая, спит. Всем доброе утро, девочки. Я уже проснулась. Мои ещё спят. Сегодня что-то пасмурный день. Солнышко не видно. Но, может, распогодится днём. Милочка ходит за мной, такая кошечка, да? Скажи, скучно мне? Я уже не сплю. Поздоровайся с моими зрителями. Скажи, привет. Скажи, я вот она, кошечка такая. Вот она, Настюшечка. Я морчу, морчу. Деня, любишь гречку с молоком? С молочком. Вкусно? Вкусно? Моя. Вкусно. Вкусно? Вкусная гречка? Ммм. Я тоже люблю гречку с молочком. Дунечка моя проснулась. Сегодня знаешь, что за день? Я не улезла. Я даже не знала, что сегодня за день. Сегодня день матери, да. Идите поцелуй, мой заяцик. Наш день. Наш день с тобой, да. Смирю, мамы. Вот, меня уже поздравили подписчики. Да? Да, Виталька звонил, поздравил. Мне кажется, с семьей давно был день матери. Даже бывшая соседка мне прислала даже вот сообщение, там, открыточку в WhatsApp. Ну, Валя, она же уже продала квартиру. А-а-а. Вот, да. Так что он, доча у меня проснулась, кофе намешивает себе. Я вообще, боже, не могу. Я вот так вот. Сонное царство. Я в последнее время вообще не хочу просыпаться. Ну, потому что на улице холодно. Я сама стала вот подольше как бы лежать, хочется под одеялком. На инстаграме, кстати, читаю, что у многих сейчас такое. Время года, да, время года поменялось. И вот всем хочется под одеялком понижиться. Ну, ничего страшного, зима есть зима. Так вот оно, всё. И присуха накатывать. Да ладно, вот это вот слово не надо вот. А то мне... Нет, а то у меня подписчики тоже там пишут, что вот у кого-то там мама работу весной потеряла, такого возраста, как я. И вот дома сидит в депрессии, и вот она никак не может её расшевелить. Но вот она гимнастику мы посмотрела, вроде начала делать что-то. Какого потеряла? Работу потеряла там одна женщина моего возраста. Её дочка, ну, такая, как ты. У меня сейчас вот такая внутри. Ты ещё не проснулась. Мне послушалось, что кто-то кого-то потерял, близкого человека, да, и вот депрессия, да, и у меня такая, ну, три раз-раз. Я такая, ну, что-то я не понимаю. Кто кого потерял работу? Ай, работу! Нет, просто бывает, когда женщины моего возраста, допустим, уходят на пенсию, перестают работать, и как бы теряют себя, потому что вся жизнь была, ну, как бы, зациклена, там, дети, работа. Ну, человек уже пенсионного возраста, если на моего возраста, ну, как бы работу трудно, может быть, найти. Ну, я уже сказала своё мнение, что нужно в любом случае где-то найти себе какое-то занятие. То есть всё равно чем-то себя заморочить надо, какую-то заморочку в жизни найти. Хоть любую, либо какое-то увлечение, либо другую работу, либо ещё что-то. Ну, чем-то заморочиться надо. Это жизнь. Наша жизнь состоит из заморочек. Мы их сами себе придумываем. Сейчас в заморочках. Да. Мы сами себе придумываем заморочки. Вот надо чем-то заморочиться, ну, чтобы только это доставляло какое-то удовольствие. Да. Хоть какое-то, какое-то что-то, да, радость какую-то должно приносить. Да, заморачиваемся все, все заморачиваемся. Счастью идём. Нет, это вот это вот значит. Пьём кофе, ладно. Давай, просыпайся. Девочки, смотрите, какой интересный закат. Я такого заката ещё не видела. Как-то солнце там, где-то там оно светит, а здесь оно у нас. Сегодня так солнца и не было, в общем. Так вот, какая-то облачность. Ну, я уже скоро домой буду собираться. Дочка сейчас пока в Миге, но скоро приедет, и я поеду домой. Денис смотрит кису на Ютубе, да? Хочу кису. Хочу кису. Забрал у меня пульт, и вот кису и смотрит. Домик. Ну, кису, другую кису, кису. Домик. А кто-то домик. А кто-то домик. А кто-то домики. Вот. Ну, а я, девочки, хочу на этом видео закончить своё, чтобы уже скорее его смонтировать вам, чтобы вы его посмотрели. А потом начну другое видео. А кто-то мы. Давай попрощаемся, Денечка. Кому, всем, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Пока-пока. И всех, девочки, поздравляю с Днём Матери. Сегодня, оказывается, День Матери. Субтитры сделал DimaTorzok